Алло, дрон Слушай, осмотрись-ка ты к лучшему бомбардиру медиалиги Давай посмотрим, на чем он двигается Ага, окей, жду отчет Жух, команда механиков на месте Ильдар нас отправил посмотреть, на чем же перемещается Лучший нападающий медиафутбола Так, ну что, давайте глянем, что они на этот раз наснимали Надеюсь, самый лучший нападающий ездит на какой-нибудь нормальной машине Ну не факт, что лучший, я уже проверял А вот же и он Не, пацаны, без моей помощи он никак не справится Потому что в машинах он шарит точно так же, как я в футболе Всем привет Ну конечно же, ну конечно же BMW Ну вот на что я вообще надеялся Где нормальные автомобили? Почему любой человек, который хоть чего-то добился в жизни Хочет купить себе BMW? Неужели BMW такая хорошая машина? Кутуз, мы вас приветствуем Привет Мы механики Вижу, заметил Я Дрон-механик Так А это черный механик? Очень привет С расскажем между прочим Я скажу, конечно, может быть будет звучать обидно, но работать с механикой у вас получается лучше, чем играть в футбол Мы сейчас твою тачку так изучим, все минусы найдем А плюсы? Ну если есть, то же найдем Точно есть Какие? Цвет Черный Бомбовый Не согласен Сейчас самый главный плюс, что у тебя BMW, брат Когда это наличие BMW стало плюсом, я бы сказал наоборот Очень жаль, друг, что у тебя BMW Ладно, короче, в двух словах расскажу вообще, зачем он здесь стоит и кто это Это мой друг Дэн И я в начале жизни своей, знаешь, никогда не увлекался машинами У меня вот футбол, футбол, футбол Потом вроде был автомобиль Nissan Qashqai И я захотел себе его поменять на какую-то другую машину Говорю, Дэн, ты в тачках шаришь Ты работаешь в этой области Помоги что-то найти прикольное И вот с его помощью мы нашли вот мою малышку И с тех пор мы не дружим обычно после этого говорится Если тебе друг посоветовал купить себе BMW Забудь про такого друга Говорят, что шины у BMW, если прокалываются, можно ехать А всякие такие, кто, ну, подешевле вариантики ищут Это не только у BMW Такая резина называется Run Flat Может ставиться на абсолютно любой автомобиль И ставиться на миллион разных моделей И ничего в ней хорошего нет, потому что стоит она космос У нее просто жесткий борт Это как плюс, так именно, стоит очень дорого И в любом случае, даже если у тебя колесо спустило И ты будешь ехать на спущенном колесе У тебя есть ограничения по скорости По дальности хода Ну, то есть это такой условный очень плюс Ты хочешь проверить сейчас? Проколоть и проехать Давай не будем рисковать, у меня времени нет потом Можно так посмотреть Можно так посмотреть На резине обычно написано Run Flat И не обязательно прокалывать, чтобы понять Run Flat это или нет Ну, то есть парень не короткий, ноги помещаются? Слушай, мне все, кстати, и на работе пихают И всю жизнь пихают за то, что я езжу лежа Я типа очень далеко отодвигаюсь Да, и я люблю, чтобы было максимально комфортно Ну, то есть эгоистик Сзади никто не присядет Сзади никто не сядет Но если кто-то просится Ну, пододвигаюсь уже, конечно Я работаю водителем У нас автопарк большой И иногда получается, что мы ездим В день на двух-трех машинах разных Бывает и такое Но знаешь, вот у Бэхи Так за руль берешься И все И ты вот чувствуешь какую-то мощь Хотя здесь там не 400 ка был Не 500 Вот этот жесткий, крепкий Такой мужской большой руль Крепкий мужской большой После этого должно звучать не руль У меня аж так, знаешь, прям мурашки пошли Потому что ты прям чувствуешь какую-то силу в ней Если ты пересаживаешься с Ниссана Кашкай На BMW Естественно, все вот эти ощущения Они адекватны Да, я понимаю, что он ощущает Но с таким же успехом Он мог сесть на кучу других автомобилей И почувствовать то же самое Ладно, надо признать Все-таки современные BMW Да и BMW всегда Вот именно когда ты садишься за руль На какой-то миг На какое-то мгновение Она дает тебе это ощущение Того, что она может все И ты за рулем этой машины можешь все Но это до первой поломки Потом ты быстро понимаешь Что ты своим бюджетом не можешь ни хрена Не, ну такая бандитка машина Я думал, ты на Smarty сегодня приедешь Да, я туда вообще не влезу Как будет, ну погоди Вот ездил этот Волк А вот это большая ошибка Smart очень комфортен Достаточно в нем места для двух человек Просто чаще всего Он как раз и делается, например, по двух человек Но двум людям там мега комфорт И не надо думать, что в Smart нельзя залезть Это не Матиз И не АК Не, ну так в целом прикольно Она и прет, да? Ты любишь погонять? Слушай, я вообще в целом не гонщик Но, знаешь, если на светофоре есть место И самое главное, если нет камер То можно до соточки разогнаться Иногда можно, да Прям хочется встретить ее где-нибудь в потоке На своем Тигуане И показать, что с места это BMW Ну ладно, едет она как-то Но когда есть крутой ваг БМВ там не место вообще А так дизель 190 лошадей на вес полторы тонны Это вообще хороший заряд То есть она в принципе как пуля рвет с места Неплохо У нас в Тигуане примерно 350 лошадей На те же полторы тонны Вот это нормальнее А с налогами как? Справляешься? Короче, 190 лошадей Это примерно по 45 за лошадь Там до 10 тысяч Я надеюсь, что хотя бы 10 тысяч в месяц он получает И с налогами точно справляется Тянешь? Да, налоги, да То, что свыше 249 мы тянем А дальше уже посложнее будет 8 тысяч, по-моему, за 190 лошадей Немного, то есть Да, Андреич, немножко настораживают эти хитрые усы И я уверен, что он может что-то скрывать Поэтому я к вам как начальнику Решил обратиться за кадром, чтобы он не слышал Ну и узнать некоторые тонкости Хорошо ли он на самом деле водит? Водит он, знаешь, из разряда старого деда Вот клянусь, он ездит очень медленно Иногда это просто подбешивает меня лично Когда мы куда-то едем Водит реально очень медленно, очень аккуратно Безаварийно Вот сколько он работает 5 лет у нас ни одного Ни ДТП, ни скольчика, ничего За автомобилем следит Ну, в принципе, примерный водитель, я могу сказать А как связано наличие сколов с стилем вождения? Сколы возникают, когда ты едешь по трассе Вполне с любой скоростью И просто отлетают камни, например Я не гонщик, езжу спокойно в основном Как на поле? Да, да, ты же знаешь, вообще не ускоряюсь У нас был турнир за работу Мы его закончили, выиграли И в это время играл десятка с самкалом товарищеский матч И мне надо было доехать километр, сколько там, 30-40, наверное Там минут за 40-45, чтобы ко второму тайму успеть Подача, Кутуз, скидка Эрик Здорово выиграет верховую борьбу Удар! Смотри, лапы забил, видос! Кутуз Получается, забил Кутуз за 10 секунд до конца Матч заканчивается через 20 секунд Счет 1-1 И вот в этот момент я, наверное, единственный раз Прямо вот 40 минут топил Ну, перед камерами, естественно Раз, тормознули, чтобы там штрафик не получить Но один, по-моему, пришел, зараза Бывало, что больше, чем 90 километров в час ездил? Было Реже? 205 километров в час Ну, нельзя так говорить Нельзя говорить 205 километров в час Надо говорить 20 с половиной Слушай, на платной дороге на Ленинградке Она же свободная, я куда-то ехал И думаю, ну-ка, проверим И спокойненько в топочку дал Она, причем, знаешь, очень круто едет И если ты на какой-то машине едешь Ее там начинают трясти, окна свистеть Движок рычит Вот это он написал Кашкай И она вообще спокойненько Как шла, так и шла Вообще красота Вот это действительно фишка современных BMW За что им огромный респект Они делают очень крутые дизеля Там, скорее всего, стоит B47 Двухлитровый дизель Они делают очень классные передачные числа Под них Там тоже, наверное, коробка ZF8HP И у нее очень длинные передачи И получается такой эффект Что когда ты едешь на восьмой передаче На примерно 200 километров в час У тебя нет даже трех тысяч оборотов И это прям классно То есть у тебя мотор работает в хорошем очень режиме Довольно экономично И при этом есть хороший запас по мощности Машина едет экономично и очень уверенно То есть эти машины сделаны для автобанов Респект Это я еще по славиной BMW G30 понял Прям мега круто действительно Вот одно из тех редких вещей, которые BMW действительно сделало хорошо Я просто, может, не сказал Я ненавижу BMW Это тормозной суппорт Это тормоза Вот что я могу сказать Молодец, Серега Синяя, видишь, крутая штука Это тормоза То, что стоит сзади на этой BMW Это не тормозной суппорт Вот что такое тормозной суппорт Вот это тормозной суппорт Вот если бы там такие стояли А то, что там стоит Это, ну, детский сад Почему он синий? Не сочетается? Обычно BMW современные Таким цветом красят M-очные тормоза То есть машина может быть не обязательно M-кой Но у нее может быть M-пакет Включающий в себя M-тормоза Это означает всего лишь то Что при каждой обслуживании тормозной системы При каждой замене тормозных дисков колодок Ты будешь отдавать примерно в 5 раз больше, чем за обычные Ну, тормозят они тоже неплохо Но для такой машины они не обязательны Для информации Слава поменял себе неделю назад тормоза на своей G30 У нее тоже M-тормоза 200 плюс ему это обошлось А я себе на Тигуане поменял Мне это обошлось 42 тысячи У M-а У M-а три цвета Это голубой У M-а два цвета Розовый и черный Тут все просто Голубой, синий и красный Да Смотри, голубой сюда оттенок Синий, я не знаю, зачем они в мандиаре Для красной типа скорость Хорош Не, ну защитил диссертацию Спасибо Мы к вам перейдем еще раз Судя по огромному количеству шильдиков M на этой BMW И при этом дизельном моторе Скорее всего, это просто BMW на M-пакете BMW, когда у нее M-пакет, она любит везде вешать шильдики M Чтобы все вокруг думали, что ты ездишь на M-ке А внутри у тебя унылый дизель Ну хотя в случае BMW не такой унылый Вопрос к Кутузу вообще-то Давай За обвесы шаришь? Не особо А зачем они тебе? Красиво смотрятся Но это вешал не я, мы уже такую покупали В голом варианте, вот эта вот трешка Она смотрится Не особо И не молодежно, так скажем Кутузу все-таки только 30 исполнил Уже 30 исполнил, уже Он все еще сложный определить Что-то между 15 и 45 Она не крутая То есть она средняя У меня, допустим, электрозеркала нету То есть их самим руками приходит сворачивать А, складывание зеркал Я уж подумал, электрозеркала Это дает регулировку зеркал Ее не может не быть В принципе на современной машине У всех всегда электрозеркала А складывание, да И вот это BMW Друг, ты познаешь зен В BMW за каждую опцию Вот за каждую микрофигнюшку Ты платишь по просто космическим суммам И это неоправданно Вот за это я не люблю BMW Потому что BMW не любит тех, кто их покупает Я третий владелец И я покупал ее вот чисто за внешний вид И то, что она целая Знаешь, там не бита, не крашеная Ничего, и пробег был очень маленький Мы ее брали Был пробег 38 тысяч Немец, да, одним словом Да, и немец Поэтому для меня в тот момент Вот эти функции были Ну, на втором, на третьем месте Как и для любого покупателя BMW Они ищут BMW по состоянию Потому что чаще всего BMW Даже за 3-5 лет обычно разматывают И они все битые, кривые, косые И если ты нашел Прям классную, целую Даже в пустой барабан комплектации Ты ее берешь быстрее с руками Просто потому что других таких Уже, наверное, не будет Первое, значит, то, что меня насторожило Она была в пленке Очень долгое время у владельца Ему надоело Он снял И идеально ее заполировал Вот если бы ты в своих очках приехал Ты бы там вообще даже старинки не нашел Когда мы выбирали эту машину Там под микроскопом Идеально просто Зеркало было Мы ее всю пробили Она нигде вообще Ни капельки не крашена Не закрашена Ничего Единственный минус, наверное, для меня То, что она низковата Не, ну багажник вместительный Самое главное, знаешь, что Ну мало ли, в багажнике всегда вожу набор для шашлыка Вот вдруг захотел Мангальчик, рожек Заехал мясо купить Купил и влез Это на игру вещички На всякий случай Они всегда по нам бежат Мало ли, кто позвонит Предложит за трешечку приехать Поиграть Я сразу на полях Тандем В ЛПФ Тандема десяточку минимум Готовьте деньги На это будем думать А фары лазерные? Вот такой вопрос Ого Дэн! А у меня фары лазерные? Да Дебил Ну Немножко еще не изучил Ну вы поняли Получается нет А похоже, как будто сейчас, знаешь Продает ее, да? Типа Да бери нормальную машину Механику нашему У меня фары лазерные Нет, слушай Вообще Вот мне Почему она очень понравилась Внешне Есть же обычный 320 Полно Это одна из самых популярных машин Если я не ошибаюсь Просто я их очень много вижу В городе Ошибаешься Это Вот есть такой эффект Когда ты покупаешь себе Какую-то машину Или начинаешь ездить На какой-то машине Ты вокруг Как удивительно Начинаешь замечать Такие машины Потому что их оказывается много На самом деле В общей массе Их не так много Да, понятно Что трешки дизельные Довольно-таки популярная машина Но я не скажу Что это самая массовая Это даже близкая Она даже Не в топ 15-20 Самых массовых машин Этого класса Мы Porsche тестировали Да Ты видел? У Жейки Да, у Жейки с переколом Ну, в общем Мне кажется У тебя покруче тачка Как Что значит BMW Трешка По сравнению с Macan В смысле Покруче тачка Ты точно механик? Слушай Ну она точно не дороже Наверное Потому что все-таки Porsche Но деньги не самое главное Да Но зато у меня она посвежее У нее сколько пробег был? Блин Я сейчас не помню Ну больше ста Сто процентов Даже больше двухсот еще Потому что он крутанул небось пару раз А у меня свежачок Полтинничек Вообще И радуйся Потому что ближе к ста тысячам Ты начнешь вкладывать в эту машину Бабки просто сотнями тысяч И не важно Какой пробег на Macan Macan при любом пробеге Круче, чем BMW 3 Я не пристегиваюсь Только в тех случаях Когда мне ехать Меньше пяти минут Знаешь Там вот Прямо минимальная Какая-то Дорога Поэтому А то, что мы дверь не закрыли Это нормально? Все Вот Безопасно Да Главное безопасность Пристегивайтесь и закрывайте двери Вот не показывайте вы салон этой BMW Все дело в том, что у BMW есть такая фишка В бюджетных комплектациях У них салон резиновый Ну то есть, если, например, какие-то другие производители Даже корейцы И даже китайцы Делают кожзам То BMW в дешевых комплектациях Делает кожзам Который выглядит как полиэтилен Как резина просто И вот Мне интересно Какой у него салон Если у него не комфорт-лайн Если у него не крутой комфортный салон То у него точно резина на сиденьях И это вообще жесть У меня был вот бюджет Плюс-минус Который Соответствует Это вот эта машина И Mercedes E200 Вот плюс-минус Они в одинаковой ценовой категории И все-таки я внешне вот смотрел И мне прям очень понравилось И вот долго искал Месяц, наверное Каждый день мониторил Именно черный цвет Нет Мне вот Да, мокрый асфальт очень нравится Черный, знаешь Такой темный Прям темнющий синий Я вот не знаю, как он точно называется Ездили, смотрели Да, и в какой-то момент я уже Плюнул, короче Все, думаю Не буду вообще ничего брать Продолжу ездить на Ниссане Потому что я устал в какой-то момент И просто нужно было Обратиться в компанию Автоподбор РФ Все И нашли бы классную тачку Быстро И без затрат усилий клиента Буквально на следующий день Мне звонок Еще один вариантик Поехали съездим, посмотрим Я такой Все, поехали Едем, смотрим И я просто вот так вот Подхожу, смотрю, знаешь И такой Дэн Вот мне похер, говорю Что у нее внутри Пусть у нее там, понял Запчасти от Запорожца Я не знаю Но я вот ее хочу Мы ее проверили Внутрянку Самое главное Мозги машины Как называются Ты знаешь Ну конечно Я только об этом и думаю Вот мы ее проверили Она оказалась вполне Вообще Достойной И все И сразу же в этот день Расписание кутузы Рассказываю Приезжаем на работу К 9 часам Приехали на работу Позавтракали До 12 спит Потом одна какая-нибудь задача падает Съездит Приезжает Ну что, идем хавать Идем хавать Идем хавать Короче, вся его работа построена на том Чтобы куда-нибудь один раз съездить И самое главное Похавать, да Мне удивительно, что этот человек Извините, таких объемов Предъявляет другому Тощему пацану Что тот любит похавать Что-то здесь не так Одобряю, кстати Да Ну Я тоже Извините меня за юмор По поводу Толстоты человека По поводу объемов тела Просто я раньше был толстым Я очень сильно долго Прям худел Через боль и страдания И поэтому Для меня тема толстых людей Она прям очень актуальна В любом случае Это прикольно Считаю, у тебя Суперзвезда медиалинии При этом еще реально работает Да Хотя уже, казалось бы Мог бы не работать, да? Он мог бы не работать Причем абсолютно спокойно Он может уже сделать это Например, когда угодно Но У него есть сменщик Прекрасный Сань, привет тебе Который его может замещать Абсолютно спокойно То есть График работы построен так Что в свободное время А его очень много у нас Мы можем заниматься творчеством Вот то, что мы там Ютуб снимаем То, что он там тренируется В Бразилию, например, полететь, да? В Бразилию это мы в отпуск полетели На работе ехал Вез сотрудника И мы просто, получается С машиной выравниваемся На светофоре И я так смотрю просто И вижу, чел тоже смотрит Вот так Такой раз О, кутуз, говорит Я такой Ну, типа, понял, что он узнал Так кивнул ему Он такое окно открывает Ну, а у меня сзади, блин Едет со мной сотрудник Блин Знаешь, неудобно Перед ним он такой Вот так просто машет Спустит, опусти Блин, вот эта тема Максимально знакомая Бывает так Вот загонишь машину на мойку Помоешь ее Она все время вся чистенькая Выезжаешь куда-то Едешь так в пробке Кто-то узнает И тоже такой Окно опускает И такой Машет, опусти окно А я не могу Блин, у меня Если я опущу окно Я поднимаю Ну все потом будет Вот все в этих разводах И ты такой Нет, нет И он такой Типа помашет Помашет Потом такой Все с тобой понятно И обижается Да я не могу Да я могу дверь открыть Из машины выйти Но окно опускать я не готов А тут чуть другая причина Но очень похожая ситуация Да Я такой Ну ладно Опускаю Он такой Кутуз, здорово Туда-сюда Красава Там успехов ФК-10 И так далее Такой Все, спасибо Но он такой Это знакомый Я говорю Да нет Типа Просто узнали Он говорит А вы что Знаменитый Селеба Я говорю Да нет Куда там Просто там Медиалиги Играю в футбол Там чуть-чуть Да, я знаю И все И потом поползли Слухи в офисе Что вот там Меня узнают Один узнал Один узнал И все У нас селеба работает Ого Это получается Кутуз здесь работает Хочу пройти Но пройти не могу Проход-то запрещен Ну не пройду значит Еще и парковаться нельзя Я машина Ну тогда включил бы Аварийку И стоял бы там Спокойно Самый большой минус Это то Что она Задний привод Неполный И зимой Тяжеловато Она еще и заднеприводная Тогда точно Бич комплектация Я вот короче Этой зимой Она была очень заснеженная Если помнишь И был период Когда все Дворники Ушли в курьерскую службу Доставки И некому было Чистить улицы В Москве И в этот момент Начался Извините Откровенный Пипец Не буду ругаться Я три раза Был на грани Просто Пойти пешком домой Сильно прям Застревал Для маленького Автомобиля Она должна быть Знаешь такая Ну приемистая Все равно Трешка От трешки ждешь Чего Мощности Ну хочется прям На ней давить А это все-таки Реально дедовский вариант Ну посмотри на него У него усы деда Может он так Реально образный построил Исходя из машины Машина его сформировала Нет, нет Сейчас Раскрою один маленький секрет Сережа выбирает новый автомобиль Это будет BMW X3 Все понятно Вот покусали BMW-сты Теперь человек пропал Все Там уже будет движок поинтереснее Там будет трехлитровый дизелечек Она уже будет помощнее И она уже Ну на ней уже медленно Ты не покатаешься Она около пяти секунд Ноль сто едет Вот это уже совсем другой уровень Да, эй По полям По полям Нас преследуют Кстати, эти трактора В каждом выпуске Интересно будет Как Ильдар оценит Смену Такой машины Да На вот именно На X3 На X3 Да Мне тоже интересно То на то и есть Это плюс-минус Одно и то же Они построены на одной платформе Просто одна В кузове седана Другая в кузове Как бы кроссовер По салону По начинке По ездовым характеристикам Этой машины Вот на 95% схожие Так что никак Для него это Ничего не поменяет Все Ага Не присасывается Ну нет доводчиков К тому же Конечно не присасывается А где кнопка-то? Чего? Как багажник взламывать? А вообще В трешках BMW Она есть Может быть вы ее не нашли Просто она BMW BMW очень любит Эти кнопки прятать Например на E65 Она находится Вот Здесь у водителя За переключателем Ну там есть Короче переключатель Регулировки рулевой колонки По-моему И вот за ним она находится Ты ее так не видишь Вот так заглянешь У кого-то она находится Снизу на стойке Вот здесь рядом С OBD разъемом Рядом с деркалкой капота То есть она Не находится просто на двери Тут вопрос другой Есть ли у него Электропривод багажника Вот если у нее Электропривода багажника нет Кнопки может вполне не быть Электропривод багажника У них Идет Чуть-чуть Выше средней комплектации То есть эта машина Значит ниже средней Открывается очень багажник Вот так вот Чик и все Все Ой как Возбудился немножко даже И вот Большой минус Да То что Такой простой функции К сожалению Не сделали Ну ничего страшного Несахарный подошел Вот этот жест Сделал Как использовать два пальца Чтобы закрыть багажник Я тут не нащупал Никаких больше Нежных кнопок Показываю Ааа Три пальца уже Да даже четырьмя можно Аккуратненько Да Но Вот здесь главное Чтобы следов не было Потом Это так классно делать Когда на улице лето И везде сухо А когда у тебя Вся машина Засрана А ты в чистой одежде Как ты вот так Пальцами сверху Будешь его закрывать На самом деле У багажника Для этого изнутри Дергалка Ты его так дергаешь Резко Руку убираешь И он хлопает Я каждый раз Когда машину Защелкнул Иду Все время так посмотрю Типа Ааа И все Вот внешний вид А я Вот в этом Вот большой прагматик То есть Для меня Вот эти вот Все навесы И так далее Да может быть красиво Ты потому что Старый пес уже Но Для меня самое главное Что Надежный двигатель Ильдар не даст соврать Не дам соврать Действительно надежный И отличная коробка Которая не ломается Не пинается ZF8HP Бессмертная коробка Машина идет Мягенько Просто Плавненько Да Но в современных машинах Двигатели Коробка Далеко не самая главная Но чаще всего Когда они ломаются Это огромные затраты денег И да Действительно В этом поколении BMW Наверное В немецкой тройке Одна из лучших По моторам И коробкам Но коробки-то BMW не делает Эти коробки Сделала компания ZF За это им спасибо А моторы Действительно Сделала BMW И B47 B57 Дизеля просто сумасшедшие Прям Реально классные Короче продаешь Да? Да Так что У кого есть желание Свяжитесь Так сказать С нами Комментарии пишите Там Но Цена Соответственно На этой машине Кстати Очень много звезд Ездило Подвозил Разных Поэтому Витает запах успеха В этой машине Не знаю Мне кажется Просто вот BMW Условно Вот если взять Эту машину 50 тысяч пробег Она 2019 года Мы кстати По-моему Это не говорили Нигде Вот если просто Взять и ездить Ну сколько она Дэн может Лет 15 Да Прослужит Нет Нет Даже если ездить 10 тысяч километров в год В автомобиле Есть такое понятие Какое устаревание Ну то есть Любой узел Он изнашивается Не только по пробегу А еще и по возрасту Даже при учете того Что у нее хороший мотор Довольно надежная коробка Через 10 лет Даже если под 10 тысяч километров ездить У нее потекут все сальники Сдохнут все резинки В нее надо будет Вваливать кучу бабла Потому что Это BMW Она не может Не ломаться В течение Хоть сколько-нибудь Долгого периода Но Так как у нее здесь Машина 19-го года С пробегом 50 тысяч Я думаю Что в ближайшие 2-3 года Она особо проблем никаких не доставит Как бы у нее движки Насколько я знаю Может быть Ильдар подтвердит Что они Миллионники Может быть нет Вот Ильдар же хорошо разбирается Пусть скажет об этом Нет Блин Движки Миллионники Это вообще Огромный и жесткий стереотип Дедушкины Бабушкины Байки В современном мире Нет миллионников Движков Чтобы получить Движок Миллионник Необходимо Сделать Какой-нибудь Большой объемник Например В8 Какой-нибудь Дизельный Сделать Максимально Его дефорсировать Сделать Его максимально Тихоходным И вот тогда Он будет ходить Миллион Без проблем Не особо изнашиваясь Как то сделано На фурах То есть Например На любой фуре Огромный объем двигателя Большое количество Цилиндров Там 8 10 12 И моторы Очень-очень Низкооборотистые То есть Они работают Там С 1000 До 2000 Оборотов Вот эти моторы Действительно Ходят Миллионы Километров А то Что делается Для легковых автомобилей Не делается Миллионниками Нет запроса Такого Никто не проезжает На автомобилях Миллион Даже в такси Когда автомобили Берутся Они проезжают Ну там 500-700 тысяч И дальше Машина просто Идет в утиле Потому что Она к этому пробегу Вся разваливается Но Современные моторы Могут пройти 500-700 тысяч Далеко не все Но могут Без ремонта Да Действительно Но Миллионники Это такой Прям стереотип В головах У людей А так Вообще В принципе Любая Любой автомобиль На нем Можно ездить долго Если его хорошо Обслуживать И у тебя машина Любая Даже Жигули Она у тебя Прослужит Очень долго Полностью Согласен Полностью Согласен Если правильно Обслуживать Автомобиль То он может Проходить Очень долго Просто вопрос В том Что правильно Обслуживать Например Тойоту Это вот Столько денег Правильно Обслуживать Фольксваген Это вот Столько денег Правильно Обслуживать БМВ Это вот Столько денег Но Да Надо правильно Обслуживать Машину И она Будет служить Долго Я знаешь Единственное Что не получаю Удовольств Потому что Меня Дэн Коленями Подпихивает Сзади Мне пришлось На полметра Подвинуться Чтобы он Сзади Сел Мне тоже Особого Удовольствия За тобой Сидеть Нет А сейчас Получается Вы будете На поле Играть В связки Да И он В атаке Я его сменщик Форвардиньо Сколько ты вообще В разных турнирах Играешь Ты вот до этого Играл КФК Потом вот это Медиалига Сейчас мы едем На какой-то Турнир Деревянных Лаптей Как это называется Слушай Я вообще С детства Привык Ну Зарабатывать Футболом Не привык Это был мой Единственный Доход И получалось Играть везде То есть В этой лиге В третьей лиге В четвертой лиге КФК Но сейчас Уже И возраст И уровень МФЛ Не позволяет Двигаться Во многих командах Вот на пике Наверное Своей карьеры Я выступал Команд за 7 Одновременно То есть Это по 3-4 игры На выходных Это нормально Вообще Выступать за 7 команд По 3-4 игры На выходных Это вообще жесть Вот да Вот его мотор Точно миллионник Да Но сейчас Я бегаю Только в медиалиге За десятку И по возможности Если это не мешает Играм десятки На ЛФЛ Езжу 8 на 8 формат И вот иногда За работу Где у нас Хороший коллектив Все друзья Тоже знаешь Там полтаймика Побегать Посмеяться Ну вот сейчас Мы едем за работу Да? Да Сейчас едем за работу Все наши сотрудники Просто играем чемпионат Но у нас сотрудники Знаешь Не как Дэн Андреевич Есть еще и футболисты Поэтому Команды сильные Достаточно Ну да Помимо тебя Там есть футболисты Конечно Пу-пу-пу Вот мы и добрались До финальной точки Наши герои Отправились на поле Футбольное А я же остаюсь Оценить Со стороны механика Потому что Тачка-то реально Годная Мне почти все понравилось И даже несмотря На не самую Жирную комплектацию Восьмерочки Минимум Заслуживают Поэтому Мы механики Ставим 8 А остальные параметры Уже оценивают гуру Прием-прием Самой машине Я бы поставил Наверное Где-то 6 баллов Я бы поставил Выше Где-то 8 Потому что Это вполне удачная Модель BMW Действительно Классный мотор Классная коробка И машина Мега-классная Мне прям больно Говорить это про BMW Но она действительно Неплохая Но Комплектация Барабан Поэтому Ну минус 2 балла Смело 6 На мой взгляд Эта BMW Очень подходит к Утузу Просто потому что До этого Я не знал его как человека А здесь он довольно-таки Неплохо раскрылся И я вижу Что человек Далек от автотематики Ему нужна как раз Вот такая вот машина Которая Жрет мало Особенно доставляет хлопот Но при этом Выглядит так Как будто бы Стоит дорого И все тебе завидуют Поэтому за это Я бы поставил Наверное Даже 8 Все зависит у BMW От ее состояния И от ее возраста Эта BMW свежая И здесь Не сказать Что она будет прям В ближайшее время Много денег жрать Но тем не менее В течение какого-то периода Если на ней ездить То она все равно Выжрет немало денег Из кармана Зная что это BMW Максимальный балл За обслуживание Ей можно поставить Ну 6 И это прям предел И это я с натяжкой Короче ребята Мега позитивные И Кутуз И вот Денис Как я понимаю Блин Мне прям понравилось Вроде бы Такого прям Какого-то уникального Экспириенса Я не услышал Какой-то мега нереальной истории Но все было так прикольно Весело Классно И душевно Ну я бы поставил Наверное Минимум 7